Любите ли вы себя? И главное, насколько сильно. Как ни странно, любить и принимать себя без внутренней критики умеют далеко не все, а многие считают, что любовь к себе — это эгоизм. Так ли это на самом деле? Вы хотите поговорить об этом? Тогда оставайтесь с нами. В ближайшие полчаса с вами проведу я, Оксана Мельничук. Здравствуйте! Недостаток любви к себе — одна из главных причин большинства психологических проблем. Именно из-за ее отсутствия рушатся отношения, не складывается самореализация. Психологи уверены, что все начинается с любви к себе. Но какой она должна быть? И самое главное, как полюбить себя и зачем это нужно? В этих вопросах нам поможет разобраться психолог Елена Шамова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Да, рада встрече впервые после Нового года вас с прошедшими праздниками. Елена... Спасибо, взаимно рада встрече. Елена, ну, любовь к себе, я так понимаю, это не про новые туфели или массаж три раза в неделю, если говорить о женщинах, или я ошибаюсь? На самом деле, любовь к себе — это достаточно понятие такое, ну, обширное, абстрактное, можно сказать. Это может быть, с одной стороны, и про новые туфли, и про массаж, и, не знаю, про всевозможные другие удовольствия, да, которые женщина получает или любит получать, но это скорее проявление любви к себе, да, то есть что такое любовь к себе? Это, в принципе, то, как мы готовы относиться к себе, готовы строить отношения с другими людьми. То есть, ну, первоначально это соблюдение и понимание своих собственных границ личности эмоциональных и донесение этих границ до другого человека. То есть, если говорить, может быть, более просто, это понимание, осознавание, присваивание, возвращение себе собственной ценности и чувство собственного достоинства. Вот что касается границ, на самом деле, личности, об этом сейчас очень много пишут, очень много говорят, я не исключение, я тоже повторюсь. Что такое граница личности? У нас есть физическая граница личности, это наше тело. И первичная задача личности каждой — это отвечать, то есть брать ответственность за себя, за своё здоровье, за своё физическое состояние, за своё психоэмоциональное состояние, то есть беречь себя. Это уже что? Проявление любви к себе. Когда нам или мне конкретно, небезразлично, что со мной происходит. То есть как я живу, с кем я живу, что я делаю, что я кушаю, с кем я общаюсь, где я работаю. То есть вот эти все составляющие — это и есть про любовь и про бережное отношение к себе. Это такой здоровый эгоцентризм. То есть если физические границы — это наше тело, то эмоциональные границы личности — это про наше состояние, про наши чувства, про наши ощущения, которые мы хорошо рефлексируем. Есть такое понятие в психологии, то есть которые мы очень хорошо понимаем, осознаём. Мы осознаём, грубо говоря, где нам плохо или с кем нам плохо, и где нам хорошо. И, соответственно, что? Стремимся туда, где хорошо, уютно, комфортно. Или стремимся к тем отношениям, где нас уважают, где нам доверяют, где нам уделяют внимание, где нами дорожат, нас заботятся. И, соответственно, в балансе отношений мы то же самое транслируем и нашему партнёру. Почему? Потому что, опять же, первоначально мы знаем и понимаем собственную ценность через любовь к себе. А ценность — это про что? Я знаю, как я хочу, и как со мной можно, и как со мной нельзя. И на самом деле вот любовь к себе — это одна из таких, наверное, лучших профилактик деструктивных и каких-то таких болезненных отношений именно. Потому что если вы чётко понимаете определённые маячки и свои состояния, когда человек начинает нарушать вашу эмоциональную границу, то есть где вы испытываете раздражение, обиду, злость, это говорит о том, что человек на границу вашу наступил или уткнулся в неё. И здесь очень важно это чувствовать, понимать, что с тобой происходит, и уметь другому человеку это донести, сообщить. Елена, вот вы говорите, любовь к себе — это когда нужно стремиться всегда к чему-то лучшему. Я так правильно понимаю. А вот терпение в этом случае — это, получается, уже проявление нелюбви. Это верно? Здесь, смотрите, здесь немножко такой момент — терпение. Нужно, знаете как, усилие и насилие хорошо бы различать. Так вот терпение — это тогда, когда ситуация, да, то есть та ситуация, которая вам дискомфортна, по какой-то причине её необходимо вынести, да, вытерпеть. И, конечно же, здесь всё зависит от чего. Ну, если говорить там языком психологическим, да, у нас у каждого есть внутри в нашей психике внутренний таких несколько компонентов, да, то есть много разных субличностей, но есть такая часть наша внутренняя, садистическая и мазохистическая. То есть это вот если психоанализ уходить и так далее. То есть когда мы привыкаем терпеть, то в нашей психике такой образ жертвы, он начинает просто увеличиваться, созревать. То есть вся наша жизнь, она начинает переходить в такое, ну, в терпение, в терпение, в терпение. И, естественно, когда этого много, то что происходит? Мы начинаем болеть. То есть вот те самые жертвы, о которых мы часто слышим, как у них всё плохо, да, там у них много жалоб, там много несправедливости к ним и так далее. Люди, которые привыкли терпеть и ничего с этим не делать, соответственно, что? Следующий этап — это начинается психосоматика и соматика. То есть тогда, когда из-за постоянного дискомфорта, из-за постоянного терпения начинает болеть ваше тело, причём болеть достаточно серьёзными заболеваниями. Мы все с вами выходцы советского воспитания, да, и там одна из таких тем, которые культивировались, это было про терпение, про выносливость, особенно к женщинам. Ну и, собственно говоря, конечно, в режиме выживания человек, умеющий терпеть, это замечательно, да, то есть, но это, если, опять же, режим, когда надо выжить. Тогда, когда у вас жизнь, вам не надо выживать каждый день, терпение, оно, собственно говоря, начинает что делать? То есть если вы к себе подходите так, ну, с таким, скажем так, с нелюбовью, да, то есть вы будете подтягивать всё время к себе таких людей, партнёров, которые будут над вами производить какое-то насилие, либо явное, да, либо, ну, то есть физическое, либо эмоциональное. Почему? Опять же, потому что у тех, кто много терпит, границы собственной личности, они очень-очень-очень сильно либо смещены, либо они не чувствуются в принципе, то есть такие люди не чувствуют дискомфорт, а привыкли просто терпеть. Если мы зададим себе вопрос, например, люблю ли я себя, по каким признакам или ответам, например, можно понять, что да, люблю или недостаточно? Интересный вопрос. Я думаю, что он у каждого человека по-своему формируется ответ на этот вопрос, да? То есть, ну, в общем, если так попробовать это проанализировать, ну, например, как часто вы делаете что-то для себя? Как часто вы отдыхаете? Как часто вы заботитесь о себе? Как развиты у вас, в психологии это называется, техники самоподдержки, да? То есть насколько вы знаете, понимаете свои ресурсы, то есть те моменты, которые вам дают жизненности, да? То есть то, что вас поддерживает, то, что улучшает ваше настроение, то, что даёт вам силы, то, что улучшает ваш эмоциональный фон, да? То есть вот эти вот моменты. И опять же, как часто вы себя хвалите? Как часто вы довольны ситуацией, в которой находитесь? Вообще нравится ли вам то, чем вы занимаетесь, то, где вы живёте, то, с кем вы живёте, как устроен ваш быт, как построены ваши отношения? Исходя уже из этих вопросов, да, то есть как бы, ну понятно, что если у человека в большей степени идёт положительный ответ, да, это говорит о том, что, ну, скорее всего, он свою границу, да, он свою границу Личности хорошо, чётко понимает, да, у него всё в порядке с ценностью внутренней, и он, скорее всего, да, уже исходя из, опять же, внутреннего комфорта, выстраивает так и отношения с другими людьми, да, чтобы было хорошо. Опять же, отсюда это что? Общаться с тем, с кем тебе интересно и хорошо, а там, да, а не наоборот. У Ирины Хакамады есть очень интересное выражение о том, что, ну, по-моему, кайф у неё, это там или кайф, или драйв, это о том, что заниматься любимым делом с теми людьми, с которыми тебе нравится, в том месте, в котором тебе нравится, и за те деньги, за которые тебе нравится. Ну, я думаю, что это тоже одно из таких проявлений к себе. Елена, как формируется любовь к себе? У неё, я так понимаю, корни тянутся с детства. Родители первые, участники, которые формируют, в принципе, отношения к себе. Да, абсолютно верно. Вы считаете, действительно, первый, кто нас учит любить, это мама. А мама — это тот человек, тот эмоционально значимый взрослый, через которого ребёнок вообще понимает себя, свой образ, входит в этот мир не только на физическом уровне, но и психика формируется, да, через отношения с мамой. То есть папа немножко всё-таки на втором месте. Это не значит, что папа вообще не нужен, он исключается? Нет, ни в коем случае. Просто у каждого своя задача. И мама в данном случае, мама учит любить. Папа учит скорее границам. То есть папа восхищается, папа гордится. И это тоже, но это больше про такую презентацию в социуме ребёнка, это уже позже. А первичное — это про проявление любви мамы. То есть как мама любовь проявляла ребёнку. То есть на уровне слов, на уровне телесного контакта чаще для ребёнка. Потому что у ребёнка маленького, да, и, скажем так, по мере роста, потребность эта не особо меняется. Есть потребность в заботе, в любви и в безопасности. Но только если это младенец, эта потребность очень велика, чем старше становится ребёнок, тем эта потребность, ну, например, в заботе, она уменьшается. Потому что уже мама передаёт этот навык ребёнку, и он становится самостоятельным, то есть начинает учиться, заботиться о себе. Соответственно, когда мама говорит, транслирует, подчёркивает. Но опять же, знаете как, трансляция любви и сотворение кумира — это разные вещи. Здесь очень важно понимать, что когда мама тепло, искренне с поддержкой, с принятием относится к ребёнку, это одна картина. А тогда, когда начинаются какие-то такие, знаете, демонстративно-показательные, восхищённые реакции, то есть как бы и такое постоянное внимание к ребёнку, что потом впоследствии скорее взрастит в нём такую истероидную личность, да, то есть там будет вот это привлечение к себе внимания, невозможности жить без этого и так далее. То есть это разные вещи. Поэтому в данном случае, как мама общается с ребёнком, как она выстраивает диалоги, как она передаёт навыки в жизнедеятельности, да, то есть как она учит ребёнка быть самостоятельной, как она с ним разговаривает. То есть это всё про любовь, да, и про то, как она, то есть как она навык любви, заботы о себе передаёт ребёнку. Потому что, допустим, если в семье, допустим, одни правила законной ценности, да, ребёнок выходит в социум, а там кто-то, не знаю, какой-нибудь грубый дядя, как-то, или там грубая тётя, как-то ребёнку там или делает замечание, или там ругает его, или ещё что-то. То есть мама со своей стороны, оставаясь в поддержке, да, то есть за ребёнка, она ему поясняет, что там, милый, да, что произошло, если там ребёнок пугается, или ещё что-то, любая такая ситуация возникает, мама что делает? Мама поясняет о том, что там, как с тобой можно общаться, а как с тобой нельзя, что, да, вот, ну там, вот этот человек, да, он сейчас был там, ну, грубый, да, или там ты мог испугаться, там, или вот он так это наговорил, да, и там, ну, не знаю, там, не знаю, может, мама вовремя не смогла оказать поддержку, да, там, заступиться за ребёнка, да, то есть постфактум узнала, и она тогда проясняет, что, как бы, вот то, что происходило, да, это, ну, в данном случае, это эмоциональное насилие, с тобой так нельзя, то есть никто не имеет права нарушать твои физические и эмоциональные границы личности. И важно, чтобы ваш ребёнок это знал, да, то есть на каком языке вы этому будете сообщать, всё зависит от возраста его. Но важно, чтобы вот эти понятия и ценность собственной личности, собственных границ ребёнок понимал, тогда он это и в мир начинает транслировать в общении с другими, ну, там, со сверстниками и так далее. Условная любовь — это когда, ну, скажем так, ребёнка любят за то, что он хорошо учится, там, молодец, успешный в секциях, прекрасно себя ведёт с ним, нет проблем с ним, он такой самостоятельный, то есть за какие-то заслуги. Тогда ребёнок всю жизнь будет, что делать? Заслуживать, да, какие-то, да, то есть любовь будет заслуживаться, и тогда это про что? Но поиск любви, подтверждение любви к себе и то, что ты ценен, важен и достоин, во внешних объектах — это очень неустойчивое положение, потому что тогда нужно всегда быть хорошим, чтобы тебя любили, ценили, ну и находились с тобой рядом. И тогда собственная ценность, она, получается, ну, стирается, в общем. Ну, а безусловная любовь, я так понимаю, это когда принимают ребёнка таким, каким он есть. Да, это когда я люблю тебя, потому что ты мой ребёнок, а не потому что ты там отличница, спортсменка, комсомолка или красавица. Да, там, ну, потому что вот ты мой ребёнок, и я тебя люблю, независимо, там, пятёрку ты получаешь или двойку, да, моя любовь к тебе не меняется. И тоже важно, допустим, когда возникают конфликтные ситуации. То есть любовь, да, такая, и ценность — это не значит, что мы живём всё время в мире и в согласии, мы такие все себя добрые, у нас всё хорошо. Нет, это бывает, мы настоящие. То есть это о том, что в семье бывает, например, мама может злиться, может обижаться, может раздражаться, но при этом у неё связь с ребёнком, контакт не теряется, она всё равно его продолжает любить. Елена, с чего нужно начинать? Как любить себя? Как начинать любить себя? Вот есть несколько вот прям полезных и действенных советов. Ну, например, как вот встать перед зеркалом и сказать «я люблю себя». Вот что поможет и с чего нужно начинать? Посоветуйте. Ну, на самом деле, да, один из таких очень работающих, хороших, да, из хороших рекомендаций, которые работают, это найти себе личного психотерапевта. Это самая лучшая работающая, на самом деле, Андрей. Ну, если такой возможности нет, может быть, самому как-то можно начинать? Объясню, почему. Почему именно с психотерапией либо работая с психологом? Потому что, сейчас просто, да, как бы чтобы было понятно, что не потому, что я там, собственно говоря, без ума от своей профессии, давайте вот, хотя я, конечно, очень люблю свою профессию, потому что те вещи, которые у вас не сформировались по какой-то причине или где-то была травматика в детстве, они не сформировались с родителем, с эмоционально значимым, да, человеком с эмоционально значимой фигурой, можно прожить и перепрожить с психотерапевтом. Вот именно поэтому. То есть когда один опыт перепроживается и развивается новый навык, когда есть поддерживающая фигура, да, если, ну, нет, психотерапевта, хорошо, когда есть, допустим, поддерживающие окружение, близкие, друзья, то есть те, которые транслируют принятие и ту самую любовь, да, к вам. То есть любовь в плане, в первую очередь, что? Такое человеческие отношения, сочувствие, сопереживание, эмпатия, да, то есть которые не обесценивают ваши чувства. И первое, на самом деле, это вот тоже про то, как называется, как научиться любить себя, да, не обесценивать свои чувства, интересы, желания, ощущения, да, то есть не подвергать себя критике, да, то есть постараться договориться или выключить вот этого внутреннего критика, который у нас у всех очень хорошо развит, да, в силу воспитания, то есть которому всё не так, а могло было быть лучше, а вообще как бы вот так должно быть всегда. То есть вот это постоянное нарциссическое недоудовлетворение, его хорошо бы, ну, скажем так, закрыть ему рот невозможно, да, потому что это внутренняя такая составляющая. Но во всяком случае осознавать и отслеживать, когда в какой-то момент вы берёте и вместо того, чтобы поддержать себя, начинаете критиковать. Вместо того, чтобы посочувствовать, посожалеть, да, пожалеть, вы начинаете, ну, наезжать на себя. Вот это вот тоже про, как сказать, это тоже можно трактовать критику как любовь в себе, но эта любовь, опять же, такая садистическая. Потому что можно, знаете как, можно любить и смотреть на человека сочувствующими, любящими глазами, а можно критикующими. Ну, и всё это, я думаю, что часто вы это слышали, это мы встречали все, а всё это ещё таким подтекстом сопровождается, ну, кто как неблизкий тебе глаза откроет, да. Я же это говорю, потому что я же очень люблю тебя. Так вот, собственно говоря, таких товарищей, транслирующих вот такую любовь, да, ограничить из общения. И, собственно говоря, в первую очередь, ну, для себя выбрать другой путь взаимодействия с собой. Елена, то есть перед зеркалом сказать, я люблю себя, делать это как можно чаще, в принципе, поможет. Знаете, вот про «я просто люблю себя» здесь вопрос, поверите ли вы. На самом деле, вот как бы не иронизировали техниками перед зеркалом, они достаточно сложные. Потому что когда вы перед зеркалом признаётесь в себе в любви или просто смотрите, любуетесь на себя, да, или говорите, то есть есть такие прям формы, да, обращения к себе, когда вы смотрите к зеркалу, да, в зеркале на себя и говорите, как я рада тебя видеть, как я рада, что ты у меня есть, да, как ты сегодня хорошо выглядишь, что ты сегодня… То есть вот это. Это чаще воспринимается обесценивателями как, ну, бред малого размаха, да, то есть как такой, ну, психоз. Поэтому… А почему? Потому что на самом деле, вот если кто пробовал такие техники, очень сложно удержать серьёзность и не уйти там в смех, в сопротивление в тот момент, когда ты себе в зеркале что-то говоришь. Почему? Потому что мы чаще всего не привыкли слушать о себе по хвалу, да, то есть что-то, что нас радует о себе, да, то есть какие-то неоценочные какие-то такие моменты, а это про себя, да, то есть про любовь к себе просто потому, что ты есть. Вот с этого начинается любовь к себе. Это я люблю себя, да, там просто потому, что я есть, потому что ты у меня есть. По сути, это то, что говорит мама своему ребёнку, да, тогда, когда он совсем маленький, да, понятно, что там во взрослом возрасте это уже реже происходит, но это про что? Про принятие. И для детской психики это очень важно. Если эта потребность, она не насыщена, она у нас чаще всего не насыщена, то мы можем действительно вот таким способом её стараться наполнять и насыщать. Вот там перед зеркалом вот такими вот фразами, да, либо, например, прям завести себе такой небольшой дневничок и каждый день замечать, за что себя похвалить, но не за какие-то грандиозные там события, да, там что вот там перевыполнила норму, там план сделала за месяц. Нет, а за какие-то такие маленькие моменты. Сегодня дала себе там 10 минут передохнуть, да, во время отдыха там не побежала, не знаю, там с тряпкой по квартире, там или не устроила генеральную уборку, а там заварила себе кофе, да, там подумала о кофе. То есть переходить именно на себя, на свои мысли, чувства и ощущения. То есть это про вообще про замечания, про внимание к тому, что с нами происходит, как мы вообще живём. Елена, ну, к сожалению, наш эфир заканчивается, но хочется буквально коротенько подвести итог и, может быть, сказать ещё, что не успели сказать, хотя, мне кажется, это ещё тема для следующей передачи. Итак, исключаем тех, кто нас не хвалит, и ещё несколько полезных советов, буквально коротко. Про любовь к себе. Да. Что ещё делать, чтобы замечать свои желания, не обесценивать собственные потребности, не, опять же, не обесценивать собственные чувства, эмоции, всё-таки идти в сторону того, что вам хочется, исключать напряжение и исключать те процессы, то общение, тех людей, те дела, где вам приходится терпеть. Опять же, следить за своей эмоциональной экологией, за то, что с вами происходит, с вашим настроением, с вашими чувствами и эмоциями, чаще обращать внимание, в какой момент, например, днём, в какое время вы в каком состоянии, с какими чувствами, с какими эмоциями вы находитесь. Если вы замечаете, что вы чаще находитесь в каких-то негативных, раздражительных каких-то состояниях, то исключать те факторы, которые, или, допустим, те контакты, либо выстраивать эти контакты заново, там, где вы испытываете дискомфорт. Это про заботу о себе и о своём эмоциональном состоянии, о своём эмоциональном здоровье. Елена, ну что ж, спасибо огромное за интересную беседу, за массу полезных советов, которые, я думаю, и, надеюсь, помогут тем, кто ещё только на пути любви к себе. И вопросов у меня осталась масса, поэтому я думаю, что мы ещё с вами обязательно об этом поговорим. Спасибо вам, до свидания. С удовольствием поговорим. Спасибо вам большое. Любовь к себе – бесценное искусство, и постичь его под силу каждому, кто раз и навсегда решил изменить свою жизнь к лучшему, обрести радость, гармонию, успех и изобилие. Проявление заботы и любви для каждого человека индивидуальны. А чтобы понять, что нужно именно вам, необходимо изучить себя, интересоваться и заниматься собой, в общем, относиться к себе так, как это делал бы самый любящий и заботливый родитель. Вот так. Сегодня я с вами прощаюсь, но мы обязательно встретимся и поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин